День борьбы с коррупцией Но сегодня мы поговорим об антикоррупционной работе в Самаре. В нашей студии заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Самаре Владимир Митцев. Владимир Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Одно из определений коррупции это подкуп взятками, продажность должностных лиц и политических деятелей. Что бы вы добавили в этот перечень, вообще в описание этого явления, исходя уже из опыта работы с ним? Вы абсолютно верно заметили, что 9 декабря это международный день борьбы с коррупцией. Два слова буквально из немножко истории. То есть в 2003 году в Мексике была проведена конференция, по итогам которой была принята конвенция ООН, именно направленная на борьбу с коррупцией. И именно этот день как бы был и признан международным днем. И вот уже получается на протяжении 16 лет Российская Федерация в том числе занимается именно основными направлениями. И мы в этот день стараемся освещать максимально работу нашу в этом направлении и соответственно какие-то достижения и заслуги. Ну и предупреждаем граждан о том, что это не совсем правильно и хорошо. Само понятие коррупция, если в международных масштабах, оно как-то больше привязано к государственной власти. У нас на территории Российской Федерации есть федеральный закон 273 о противодействии коррупции, которым четко и прописано, что такое коррупция. Вы абсолютно правильно как бы практически охватили своими терминами понятие коррупции. Но оно, скажем так, максимально вами уже охвачено. Может быть каких-то определенных варьирований какие-то существуют. Но в целом как бы вот, ну наверное даже с учетом опыта, который есть, вы его практически максимально и отразили уже в своем вопросе, скажем так. Расскажите о своих обязанностях, задачах, о том, что входит в вашу каждодневную работу. Ну, скажем так, я являюсь заместителем руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Непосредственно в самом названии фактически и звучит те задачи, которые возлагаются на наше подразделение. То есть экономическая безопасность, мы занимаемся выявлением преступлений в сфере экономики непосредственно, ну и противодействия коррупции. Как проходит ваш рабочий день? Рабочий день проходит так же, как, наверное, и у любых других сотрудников полиции. С утренних совещаний, на которых определяются основные какие-то направления деятельности, направления работы на день. Вот, естественно, основной, один из основных обязательно моментов, это связанный с мероприятиями или с какими-то событиями, связанными с противодействием коррупции. Потому что, скажем так, это во главу угла ставится и везде и руководством государства, и руководством главного управления нам определяется. Основное направление это борьба с коррупцией. И, соответственно, и день мы строим, исходя из тех задач, которые нам ставятся. Что входит в эту систему борьбы с коррупцией, кроме вашего отдела? Потому что каждое там муниципальное, региональное, федеральное учреждение, оно тоже как-то борется. Есть сотрудники, которые тоже за этим следят. Да, вы все правильно говорите. Невозможно только силами нашего подразделения или нашего управления на уровне главного управления бороться с коррупцией. Естественно, в эту систему борьбы с коррупцией включены и другие правоохранительные, надзорные органы. Кроме того, на уровне государственных каких-то учреждений создаются комитеты, комиссии, направленные на борьбу с коррупцией, проводятся какие-то конференции, где общественные объединения и какие-то организации, которые оказывают содействие именно в этом направлении. И поэтому в эту сферу вовлечены буквально все государственные органы, инспекции, и везде есть так или иначе сотрудники, отвечающие за это направление. Как бы вы охарактеризовали состояние борьбы с коррупцией на сегодняшний день? Ее эффективность вот этой работы, как она измеряется? В чем? Вот вы подводите итоги года, допустим, да? Да, ну вот... Какие показатели? Да, если, скажем так, рассматривать именно результаты работы нашего подразделения, то могу сказать, что на сегодняшний момент средний размер взятки, который задокументирован сотрудниками нашего подразделения, составляет 94 тысячи рублей. То есть, как это формируется? То есть, мы смотрим по трем основным направлениям. Это получение взятки, это статья 290 Уголовного кодекса, это дача взятки, статья 291, и посредничество о взяточничестве, это 291 со значком 1. И, соответственно, исходя из суммирования всех взяток, полученных вот этими, скажем так, гражданами, делится на общее количество, примерно средний размер взятки по городу Самаре составляет, соответственно, 94 тысячи рублей. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Больница. Пациент благодарит хирурга за там хорошо проведенную операцию, входит к нему в кабинет, дает там пакет, конверт. И случайно свидетелем вот такой ситуации становится посторонний человек, который является либо там сотрудником этой больницы, либо просто человеком, который неравнодушен к этой проблеме и сообщает о таком инциденте. Что происходит дальше? Кому какая ответственность грозит и как все это вот будет вообще фиксироваться, оформляться и так далее? Ну, все правильно, вы говорите. Для нас очень важно именно отношение общества к этой проблеме. К счастью, к счастью, на сегодняшний момент жители города Самары стали более активно реагировать на вот эти вот проявления. Стало больше чаще поступать звонков, каких-то сообщений о возможных коррупционных составляющих в различных государственных органах. Это говорит о том, что люди как бы стали более открыты к этому и более выражена нетерпимость вообще к этой проблематике. Следует заметить, что уголовный кодекс, он в принципе собой подразумевает ответственность уголовную, как лица, который получает взятку, так и лица, который дает взятку. Да, вот это очень важно, потому что люди об этом забывают. Думают, ну, поблагодарил. Да, самое главное, если как бы вот сейчас я немножко в юриспруденцию углублюсь, то получается, что ответственность и того лица, и того, она соизмерима. То есть за получение взятки максимальные санкции, которые грозят лицу, это до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70-кратном размере получения взятки. А лицо, которое дает взятку, ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-кратного, размера переданной взятки, вы понимаете, да? То есть в данном случае граждане Самары, они должны примерно осознавать, что когда они способствуют вот этому, скажем, нехорошему явлению в обществе, да, и когда они вот там, как вы говорите, в больнице передают какой-то там пакет или какое-то вознаграждение, то ответственность, которую они могут понести, она в принципе соизмерима с ответственностью того доктора, который этот пакет получает. Естественно, есть, конечно, скажем так, определенные примечания к статье 291, да, это дача взятки, что лицо может быть освобождено от уголовной ответственности за дачу взятки, если оно активно способствовало раскрытию, расследованию данного преступления, если в отношении его были факты вымогательства взятки, понимаете, то есть вот такие вещи, если есть, или оно добровольно сообщило в правоохранительные органы о том, что с него взятку вот эту вот получили, то лицо освобождает соответственность, и в данном случае есть определенное послабление. У лица, которое получило взятку, таких послаблений нет. Понятно. Другая ситуация подобная. Гражданка хочет устроить своего ребенка в детский сад, и ей намекают на то, что вот нужно определенную сумму заплатить, и тогда без проблем. Как себя вести, вот молодой женщине, которая, в общем-то, не ориентируется, и которой очень нужно устроить ребенка в садик, об этом сообщать? Кому? Куда? Или, ну вот что делать? Ну, если такая ситуация возникает, я, естественно, рекомендовал бы обращаться сразу же незамедлительно в правоохранительные органы. У нас есть телефон доверия ГУВД, он у вас, я так понимаю, там бегущей строкой будет, да, 278-13-40, как бы, если, как бы, хотела конкретизировать. Может обратиться в любой ближайший отдел полиции по месту нахождения детского садика. В каждом отделе полиции есть наше подразделение, направленное вот именно на борьбу с экономическими преступлениями и коррупцией, где, я думаю, мы прям, ну, примем заявление и сделаем все необходимые, проведем мероприятия, направленные на искоренение данного факта, чтобы в последующем этого не было. Подскажете, как ей себя вести в данной ситуации? Ну, естественно, да, да, да. Почему же тогда, если все так просто, люди боятся сигнализировать о таких случаях и так далее? Вот как вы со своей стороны это видите? Вот что мешает сообщать о таких случаях? Вот сначала ответьте, много таких звонков вообще, сообщений? Ну, вот я уже как бы говорил о том, что в последнее время наметилась хотя бы положительная тенденция о том, что количество сообщений от граждан и жителей Самары стало увеличиваться, возрастать, да. Это, если мы возвращаемся к статистике, о которой, скажем, не все вам отразило, сказал, я только сказал про средний размер взятки, то могу заметить, что количество выявленных фактов коррупционных преступлений в 2019 году, оно примерно на 25% больше, чем количество выявленных в 2018 году. Да, и количество как взяток, то есть 290-х, и дачи взяток, и посредничества, ну, в разы, как бы, ну, скажем так, больше стало задокументировано. Это говорит о том, что граждане стали чаще обращаться к нам. Почему некоторые еще сомневаются, да, вот вы задали вопрос. Ну, мне очень тяжело, конечно, оценить, с этой стороны оценить, да, но, может быть, какой-то существует определенный, я не знаю, в обществе стереотип, что, может быть, им не смогут помочь, либо если они обратятся, а в итоге как-то они не решат свой вопрос, но я хочу, как бы, сказать, что это не совсем правильно, потому что не было еще такой ситуации, чтобы если граждане заявляли о каких-то фактах коррупционных проявлений в отношении них, они в итоге оказывались в той ситуации, что они не получали того, вот, к чему они стремились, понимаете. То есть такая же мама, которая приводит своего ребенка в детский садик, если с нее, там, заведующий детским садиком вымогает какие-то денежные средства, ну, не было такого случая, чтобы потом этот ребенок в этом детском садике не обучался, скажем так. Но ведь нужно же все это фиксировать. Ну, сейчас, конечно, есть у всех и мобильные телефоны и так далее, потому что голословно тоже же нельзя об этом заявлять, что вот я пришла, с меня требуют. Нет, ну, естественно, если гражданин обращается к нам с подобным заявлением, то проводится определенный комплекс оперативно-розысканных мероприятий, в ходе которых, как бы, и стоит задача подтвердить, либо, если эти факты не подтвердятся, то тогда это уже другая ситуация. Но, как правило, из практики, если действительно в отношении граждан имеют место такие события, то они все подтверждаются и виновны, и потом привлекаются к уголовной ответственности. У каждого направления есть своя специфика. Специфика вашей работы борьбы с коррупцией, она какая все-таки? В расследовании, может быть, коррупционных вот этих нарушений? Не, ну, конечно, специфика работы именно коррупционных преступлений, она отличается от специфики работы каких-то других экономических преступлений. По одной простой причине, что здесь во главу угла кладутся именно проведения оперативно-розыскных мероприятий. И именно с учетом того, что это преступление латентно, да, то есть фактически оно скрыто, и где один там пришел к другому, и они вот там что-то сделали. В отличие от тех случаев, когда кто-то кого-то там обманул или мошенническим способом завладел какими-то там денежными средствами, там это более открыто, там это документально подтверждается, есть какие-то переводы, платежи, договора. В данном случае, когда мы говорим о коррупции, здесь это либо наличные денежные средства один другому, да, там передает, либо какие-то в виде каких-то подарков, ценных вознаграждений, которые, в принципе, нигде не фиксируются, не документируются. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому специфика, она отличается, естественно, выявлением данных преступлений. Ну, больше проводим определенных технических мероприятий, которые нам позволяют именно зафиксировать факт незаконного получения денежных средств в большей степени, скажем так. Когда готовилась к программе, посмотрела новости просто о коррупции, и создается такое впечатление, что все сферы буквально вот куда ни посмотри, образование, медицина, ну, все, от МЧС до налоговая и так далее, все это как-то вот фиксируется, выявляются нарушения. И в том числе, как не горько это признать, и в среде правоохранительных органов. Как же работать вам в выявлении вот таких преступлений? И какие есть результаты, какой эффект? Ну, вот смотрите, наше подразделение занимается выявлением преступлений, именно коррупционных, да, в различных государственных органах. В правоохранительных органах, да. Это такие же государственные органы, получается. Но, скажем так, этим занимается другое подразделение, этим занимаемся не мы. Но могу сказать, что руководство управления МВД России по городу Самаре непосредственно, да, то есть мои руководители, в настоящий момент строго как бы эта вся ситуация стоит на особом контроле. Определенная вертикаль власти, строгая подчиненность, где, скажем так, все вот эти малейшие проявления не так или иначе отсекаются. То есть вот на сегодняшний момент могу говорить о том, что нами собрано и уже возбуждено на сегодняшний момент 28 уголовных дел по даче взяток гражданами сотрудникам полиции. То есть это дела уже, большинство, которые уже в суде, люди многие осуждены, некоторые еще дела как бы расследуются. Вот. И это говорит о том, что, скажем так, и мы, в том числе, если к нам поступают подобные предложения, мы соответствующим образом, в соответствии с тем же федеральным законом 273, должным образом реагируем и документируем. Что касательно других, вы правильно обозначили, те государственные органы, где наиболее подвержено, да, там, образованию, вы говорите, здравоохранению. Все правильно. Есть и по ним определенная статистика. К сожалению, пока она еще есть, но мы будем надеяться, что все-таки те задачи, которые нам руководство государству ставит, да, и не только нам, и другим руководителям других госорганов, все-таки придет к тому, что мы искренним эту коррупцию и, скажем, ее не будем. Ну, всегда хочется знать, где больше, вот какая отрасль, сфера наиболее вот в этом отношении отличается в негативном смысле. Ну, вы знаете, очень тяжело, как бы, вот так вот прямо вот выделить кого-то конкретно, да. Если брать сугубо статистику, вот, например, в пределы города Самары, то за текущий период мы выявляли факты коррупционных проявлений во всех этих сферах, указанных вами. Сказать, что где-то больше и меньше, например, это одинаковые, это и органы местного самоуправления, это и образование, это и здравоохранение, это и службы судебных приставов, это и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Ну, везде это, скажем, выявляется, и, соответственно, вот прям так выделить, где больше, где меньше, ну, скажем так, сложно. А когда громкие дела транслируются вот на экранах, в сюжетах, новостях и так далее, это же решает две задачи, даже, наверное, больше. Люди видят, и вот что происходит, почему каждое такое расследование громкое всегда транслируется на всю страну там? Да, ну, основная задача, это первое, это профилактика, это сигнал тем, скажем так, должностным лицам, которые еще, ну, наверное, видимо, на сегодняшний момент не поняли или, может быть, не сознают, что у нас есть принцип неотвратимости, да, то есть если кто-то совершает преступление, то в итоге это лицо все равно так или иначе будет привлечено к уголовной ответственности. Поэтому решаются две основные задачи. Первая, это профилактика, и второе, это граждане должны видеть результаты работы, как в этом направлении правоохранительные органы проводят свою работу и ведут. Да, могу сказать, вот именно если по нашему, как бы, да, подразделению, то есть я мог бы привести много, очень много примеров, но, к сожалению, приведу только те, которые могу вот освещать, да, вот, это, допустим, было привлечено посредник из системы здравоохранения, значит, получил 250 тысяч рублей за оформление инвалидности без прохождения каких-либо медицинских комиссий. Вот, это сотрудники военкомата мы привлекли за выдачу военных билетов, 170 тысяч рублей было получено. Значит, привлекли руководителя государственного монетарного предприятия за растрату бюджетных денежных средств, там, сумма свыше 5 миллионов. То есть таких примеров можно очень много приводить, они практически все освещаются в средствах массовой информации. Ну, стараемся, как бы, показывать результаты нашей работы. Бывает, что некоторые мы еще пока не освещаем, потому что либо идет еще следствие, и пока там, скажем, преждевременно говорить, либо мы выявляем какие-то, может быть, дополнительные факты совершения противоправной деятельности коррупционных, вот, этих граждан. Поэтому мы об этом, как бы, пока еще умолчиваем. Но поверьте мне, когда это будет можно, мы обязательно эту информацию тоже разместим. Никто не утверждает, что коррупция будет побеждена, вот, как зло, как явление. Нет такого, потому что все понимают, что искоренить ее тотально невозможно. У вас есть ваше личное мнение, как можно хотя бы снизить вот эти показатели коррупционности у населения и, естественно, ученого? А я думаю, что вот непосредственно, вот, скажем, вот такие вот передачи, как ваши, они, в принципе, в первую очередь и направлены, в том числе и на снижение этой коррупционной составляющей. То есть информация, да? То есть информация, да, чтобы граждане видели, что не только, скажем, привлекает к уголовной ответственности лиц, которые берут взятки, но и которые дают, ведь надо начать с себя самого, да? То есть если гражданин скажет нет и пойдет к нам, там, или в другие правоохранительные органы с заявлением, да, там, о каком-то факте, который с него вымогает, то вот с этого как бы все и начнется. Я думаю, что постепенно в обществе сложится мнение, что нет коррупции, и мы придем к ее снижению. И вот благодаря вашим передачам, которые это освещают, и там, другим средствам массовой информации, я думаю, вот рано или поздно к этому мы придем. Ну, сейчас во всех федеральных структурах есть свои сайты, куда может обратиться практически любой зарегистрированный. Что можно сделать у вас? Обратиться, дать заявку на вашу информационную сайт? Да, естественно, сейчас вот с учетом сферы развития современных технологий, любой гражданин, в принципе, даже со своего мобильного телефона, у которого есть доступ выхода в интернет, может подать соответствующее обращение у нас на сайте, разместить его в электронном виде. Мы, соответственно, незамедлительно с ним свяжемся, отреагируем, всю необходимую информацию получим и проведем полный комплекс тех мероприятий, направленных на, ну, скажем так, на устранение тех фактов какой-то противоправной деятельности, которые им указаны. Тот же телефон доверия, можно просто позвонить, сообщить, и мы соответствующим образом отреагируем. Может просто попусти, ну, может прийти в любой отдел. То есть сейчас, в принципе, даже, ну, с учетом, как я уже сказал, не обязательно даже приходить, достаточно просто с телефона оставить сообщение, и мы свяжемся, и определимся, как мы можем помочь этому гражданину, что необходимо сделать, скажем так, как вот эту ситуацию решить. Для того, чтобы работать в вашем отделе, ну, вообще вот с этой антикоррупционной тематикой, что нужно закончить, как к этому готовиться, и есть ли у вас вакансии, допустим, кто требуется вам, вот вашу структуру? Да, значит, ну, требования, которые предъявляются к сотрудникам нашего подразделения, они, в принципе, общедоступны, и о них можно узнать, позвонив в кадровую службу, но основное требование – это наличие высшего образования. Естественно, желательно, чтобы это было специализированное образование, это юридическое, либо экономическое. То есть приоритет отдается именно таким кандидатам, потому что специфика работы, она обязывает именно быть профессионалом юриспруденции, либо знать просто экономику, хорошо, потому что мы же не только коррупция, я вам уже говорил, да, а то еще и другими экономическими преступлениями занимаемся. Вот. Что касается вакансий, да, естественно, вакансии они есть. Я бы не сказал, что вот прям у нас вот наша служба прям вот… Очень много нуждается. Да, но, естественно, если это хороший там студент, который закончил высшее, получил высшее образование, и он придет к нам и пройдет там собеседование у руководителя, там, я думаю, что мы возьмем его, или по крайней мере, он встанет в так называемый в резерв, и в случае прям освобождения какого-то появления вакансий он будет один из первых, кто будет служить с нами в одних рядах в нашем подразделении. Как лично вы выбрали для себя эту профессию? Вы потомственный такой специалист, или это получилось… Нет, я не потомственный специалист. Скажем так, я получил первое экономическое образование. Мне всегда хотелось, как бы, именно мне более близка была работа, связанная с экономической преступностью. Вот, скажем так, я видел тоже там определенные какие-то коррупционные, может быть, проявления, будучи студентом. Вот, но хотя, конечно, я никогда в жизни с этим не сталкивался лично. Вот, у меня красный диплом, и, скажем так, я все полностью сам сдавал. Вот, и вот ни других служб я как бы не рассматривал. Я помню первый день, когда я пришел в подразделение кадров, и меня встретил руководитель экспертно-криминалистического отдела и говорит, куда идешь, в ГАИ или в БЭП? Я говорю, в БЭП. Он говорит, пойдем к нам, в эксперт. Я говорю, ну, вы понимаете, не моя специфика, и ГАИ тоже. Вот, с учетом моего образования, я как бы… Подошло вот это направление. Хочу это направление. Ну, и вот так вот как-то вот с тех пор я эту службу не покидал, и как бы она полностью у меня родна, фактически. Мы говорили о специфике работы антикоррупционной направленности. А что касается экономической, то что вот вы можете раскрыть? Как она проводится, вот это расследование именно экономических преступлений вот этих? Ну да, специфика, мы уже с вами говорили, она отличается от специфики раскрытия коррупционных преступлений. С учетом того, что там больше, я вам уже сказал, требуется проведение каких-то технических мероприятий. Здесь, конечно, чуть-чуть может быть попроще, хотя не всегда. Но основной блок экономического и уголовного кодекса – это блок мошенничеств и хищений. Вот, то есть где-то порядка, наверное, 70% всех преступлений, выявляемых нашими подразделениями – это именно мошенничество в сфере экономики. То есть это когда одни юридические лица, у других юридических лиц там незаконным способом получают там денежные средства, да, под видом каких-то договоров, поставок, под каким-то оказанием услуг. И мы, вот, в принципе, наше подразделение призвано разбираться в этих ситуациях, отличать их от гражданско-правовых отношений, где, скажем так, по каким-то объективным причинам действительно там возникли какие-то эти, да, там, недопонимания между, скажем там, контрагентами. Вот, и чтобы, скажем так, были виновные лица привычные, а невиновные, соответственно, не пострадали. А специалисты вашего отдела, они и плановые проводят проверки и, соответственно, реагируют на какие-то обращения, да? Ну, скажем так, у нас нет такого понятия, как плановая проверка, да. У нас вот есть заявление от гражданина, либо там от юридического лица, от должностного лица, юридического лица, который сообщает нам о какой-то ситуации, которая у него возникла, да, о каких-то возможных противоправных проявлениях, которые в отношении его возникли. И мы, соответственно, в рамках его заявления уже, как бы, реагируем. И полностью проводим проверку объективную, чтобы, скажем так, ответить на поставленный, так скажем, вопрос. И действительно установить, совершено ли в отношении данного гражданина преступление или нет. И о работе, еще раз, с населением. Чего вы ждете от горожан, от граждан вообще? Как вы выстраиваете эту работу? Вот лишний раз об этом рассказать? Какие-то вот, может быть, даже детали? Ну, мы от граждан, естественно, ждем полного понимания. Это раз. Второе, мы ждем, чтобы, скажем так, к нам чаще сообщали. Я уже говорил, что это преступление латентно, да. Если гражданин где-то в каком-то госучреждении кому-то по просьбе, там, я не знаю, по какому-то намеку должностного лица где-то что-то передаст, и если нам об этом ни тот, ни другой не сообщит, то, в принципе, для нас сложным составляет именно раскрытие таких преступлений. Поэтому хотелось бы нам, чтобы граждане к нам обращались, не боялись, звонили, сообщали, приходили. Мы всегда выслушаем, всегда отреагируем должным образом. И в случае, если это факты действительно имеют место быть, то отреагируем, виновные будут привлечены к соответствующей ответственности. Продолжите мою фразу по аналогии с моей. Быть журналистом – это интересно. Быть сотрудником, даже начальником, заместителем начальника отдела управления экономической безопасности противодействия коррупции управления МВД России по Самаре – это? Ну, вы знаете, я соглашусь с вашим выводом, это тоже очень интересно. Объясню, почему. То есть быть заместителем начальника отдела – это не только сидеть в кабинете, но в том числе и принимаем активное участие в тех же каких-то оперативно-развитых мероприятиях, в их организации, в координировании деятельности. То есть я и другие руководители, мы сами лично выезжаем на те или иные факты документирования, взяточничества, каких-то вот таких вот вещей, и сами лично прям активно принимаем участие. Поэтому она тоже очень интересна, на самом деле. Опасная ваша работа? Ну, она, наверное, в меру опасна, с учетом того, что специфика контингента, с кем мы общаемся, это все-таки директора каких-то юридических лиц, это сотрудники кредитных учреждений. И приходим к тому же, что служба и опасна, и трудна. Ну да, да, да. Ну, скажем так, на вене менее опасна, чем, может быть, каких-то других подразделений. Спасибо за этот разговор, за важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин